Добрый день! Сегодня расскажу о следующих интересных изданиях. Олеся Домович, Даниил Гранин. Блокадная книга. Ее вы можете найти только в буквоеде. Работа над этой документальной хроникой ленинградской блокады началась еще в 70-х годах XX века на основе рассказов блокадников, переживших те страшные годы. Первые попытки донести читателям собранный материал потерпел фиаско. Ленинградская цензура книгу запретила, но в 1977 году в Москве с большим трудом материал был опубликован в журнале «Новый мир». В Ленинграде первое издание книги датируется 1984 годом. Цензура категорически не пропускала упоминания о мародерстве, о злопотреблениях с карточками, о случаях людоедства, о виновности самой власти. Новое издание знаменитой блокадной книги содержит фотографии и документы из архивов города и фонда Даниила Гранина. Записные книжки, документы, не вошедшие в первое издание из архива Олеся Адамовича. Повествование от первого лица, фотографии, детские рисунки – это оголенный нерв, человеческие судьбы и трагедии, которые стоят за каждой строкой. Огромное спасибо авторам за титанический труд, за сохранение реальной, не приукрашенной истории Великой Отечественной войны. Следующее произведение – «Джан Харрис. Шоколад». Интересный и удобный формат книги. По размеру и по содержанию напоминает плитку того самого лакомства, которым угощает жителей маленького французского городка главной героиней произведения. Для тех, кто уже пробовал на вкус ежевичное вино от Джан Харрис и наслаждался умением автора передавать вкус, аромат, оттенки, пришло время, что называется, закусить. Конечно, блистательный киноформат произведения позволяет все как следует рассмотреть, но передать запах, ощущение, палитру вкусов пленка пока не способна. А вот наша фантазия вполне с этим справится. Для тех, кто любит сказки, для взрослых – это то, что нужно. Дегустацию можно проводить не только дома, но и в общественном транспорте, причем даже в час пик. Достойный антидепрессант, и мне остается пожелать лишь приятного аппетита.